Вопрос 1996, седьмой том, открытым оком. «Мощи святых терпели поруганить нечестивых. И вы тоже говорите против мощей?» Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. «Я не против мощей, а против нарушения Слова Божия. Мощи нужно почитать, а значит погрести их со всеми почестями и никогда к ним больше не прикасаться». Бытие 3.19 «И сказал Господь Бог, в пути лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прав ты и вправ возвратишься». Деяние 8.2 «Стефана же погребли мужи благоговенные и сделали великий плач по нем». Иов 14.12 «Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудется и не воспринят от сна своего. Если бы монахи не придумали искать святости в кусочках отрочленного тела трупа умерших, то и нечестив не нужно было проводить акцию по вскрытию мощей. Повод и соблазн подали имя на монахи». Ефимий. 11 июля Прошло много лет. Много царей переменилось. Миновались Ленские соборы святых отцов, 5 и 6. Спустя еще после них долгое время воцарился и именем Иннравм Зверь, царь Лев Исаврянин. Он первым начал смущать церковь Божию и иконоборческой ересью, называя святые иконы идолами и рассуждая со своими единомышленниками так. «Вот те, о ком говорит пророк. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Псалом 113, стихи 13-14. Ему противодействовал святейший патриарх Герман. Царь с бесчестьем сверх его с престолом, а на его место возвел еретика, своего единомышленника. Таким же образом и других правверных архиереев, противившихся его ереси, он с бесчестьем отправлял в изгнание. Не только святые иконы, но и мощи святых хулил он, как пес необузданным языком, и уничижал их всячески. Видя и слыша через страх очистных мощей святой великомущенцы Ефимии, он терзался в душе в зависти, но не осмелился ничего дурного с ними сделать, боясь народного мастания мятежа. Он выдумал такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками тайной церкви святой Ефимии и открыл гроб его, которого не могли открыть персы. Попустил Господь Бог руками зловерных христиан коснуться честных мощей невесты своей, которые сохранили неприкосновенными от неверных язычников. Персы грешили в неведении, а христиане отважились на злодеяния, зная, что делали, что делали. Попустил им Бог большому их осуждению совершить бесчестие святой. Злочестивый царь, открыв гроб, вынул оттуда деревянным ковчегом чудотворной и нетленной мощи святой Ефимии, и вместо них положил какие-то гнилые и вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого, и, опять накрыв доской, ушел, унесший с собой воровским образом течественные мощи и положил их в одну из комнат царского дворца. Сестры же его и дечери тайно приходили к святым мощам, ходили благовониями, освещались свечами, почитая их и с любовью преклоняясь им. Но вскоре узнал про тот злочестивый царь, и тотчас взял ковчег с мощами и ночью бросил его в море. Наутро, собрав толпу из зловерных, он стал смеяться в лицо над правоверным народом, глумясь и укоряя мощи святой великомученицы. Кавычки. Слушайте, глупые, посмотрите на обман, который у вас прельщают, называя нетленными и чудотворными мощами славной Ефимии. Откройте гроб и посмотрите, правда ли это, кавычки закрыты. И тотчас послал своих приближенных с народом открыть гроб. Пошли, открыли и увидели все гнилые и вонючие кости. Диолетики тогда начали смеяться и глумиться над правоверными, называя их полклонниками гнилых костей. Правоверные же удивлялись, такую неожиданность, недоумевали, стыдились, жалели. Тогда многие подумали о всех чудесах святой, что это был обман. Плевали на те гнилые кости, выбросили их вон. А также и тот мраморный гроб вытащили из церкви. Грам Божий и Храм Божий обратили в мерзость запустения. Его подвергли большому поруганию. И церковь-то стала, как какой-нибудь пустой вертеп, или скотское стойло, или даже хуже, потому что там было место для всякой скверности и нечистот. Потом внутри церкви кузнецы устроили кузнечные печи и стали заниматься там своим ремеслом. И где прежде слышалось пение божественных слабословий, оттуда стали раздаваться звуки молодов, ударяющих по железу на наковальне. Послышались нелепые голоса скорнословия и вещинный сговор людей. Эти ремесленники жили в пустой церкви с женами и детьми, а в святом алтаре, как в закрытом месте, устроили в себе отхожее место. И долго теперь терпел Бог такие дела. Людей, такое сквернение у святыни, пока не погубил злым злом. Опять воздвиг православия. Очистил и осветил святое место, сделаю опять селением славы своей. Аминь.